Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На поляне состоялся мужской приход. Бородатый парень пришел к Даши Сухорученко. Второй к Тате Абрамсон. Ходят слухи, что новенькие не задержались на проекте и их уже отправили домой. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. Тема ток-шоу была любовь или карьера. В роли экспертов и комментаторов на Олимпе заседали Николай Должанский, Тимур Гарафуддинов и Кристина Дерябина. Руслана Мишина пишет, что ей очень повезло. Иногда так хочется спокойствия. Мне очень повезло, что у меня рядом такой человек, с которым можно испытать это чувство. Находясь рядом с ним, не думаешь ни о чем, а просто находишься рядом, совсем близко, едва прикасаясь друг к другу. Это момент наслаждения. Костя Иванов улетает домой к сыну на день рождения. Затем и Саша Гозияс уезжает домой. У ребят все поменялось в отношениях, благодаря советам психолога. Гозияс пишет, я контролирую свою речь, Костя свои эмоции и уже стало спокойнее в нашей паре. Я рада этому. А еще Костя выложил откровенный ролик с Сашей, который он снял в спальне. На видео Саша в красивом белье танцует под музыку. Костя написал, это ответ вам. Одна из причин, почему мой выбор именно такой, почему Саша Гозияс. Фанаты осудили подобную откровенность. Многие напомнили, что у Саши растет дочка, на репутации которой в будущем может плохо сказаться такое поведение матери. Ольга Рапунцель вышла на свободу из изолятора, она с трудом перенесла все невзгоды. Там так ужасно, обстановка угнетает, пишет Ольга. Я все осознала и не хочу больше попадать сюда. Глеба Жемчугова судили за избиение Андрея Чуева. Чуев не стал предъявлять ему претензии, он сказал, что Бог ему судья, поэтому наказание было не таким суровым. Присудили не срок в изоляторе, а четверо суток исправительных работ. Ну а пока вместо исправительных работ Глеб веселился на вечеринке, устроенной в его честь. На поляне отметили день рождения Глеба, ему исполнилось 28 лет. Будь счастлив, будь здоров, цени свою семью и благодари небо за то, что у тебя есть, поздравил его Андрей Черкасов. Марина Африкантова и Андрей Чуев провели очередной выходной вместе, гуляя по городу. Мы успокоились, пришли в себя и набрались сил, пишет Марина. Подруги Элла Трегубенко, Вика Романец и Света Торба провели время вместе. Мы отлично прогулялись по ночной Москве, пишут девушки. Две подруги по имени Надежда, Ермакова и Соколовская тоже развлеклись в клубе. Компанию им составил Саид Нигматулин, домовский преподаватель школы актерского мастерства. Участник проекта Денис Козлович разбивается в своей профессиональной деятельности. Ночами он танцует в ночных клубах, утром же занимается на репетициях в городских квартирах Дома-2, готовится выступать в финале конкурса «Человек года». Времени осталось мало, пишет Денис, а работы еще много, будем работать. Катя Король, бывшая девушка Дениса, открыла студию дизайна. «Я это сделала», пишет Катя. Лена Босс, которая недавно покинула проект, будет сниматься в фильме Астрахана, как одна из семи лучших выпускников школы актерского мастерства. У ведущей телепроекта Ольги Бузовой очередное достижение. По итогам года ее профиль в признан лучшим. Женя Перец, недавно покинувшая Дом-2, рассказала, какую же зарплату она получала на проекте. Она написала, потратила свою домовскую зарплату за три месяца, хватило на несколько заколок для волос. За три месяца я получила одну тысячу рублей. Никаких тайн она не открыла, давно известно, что платить участникам начинают, если они продержатся на проекте больше трех месяцев. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.